Всем привет! Выпуск фирмы 1С в начале 2021 года программы 1С РМК и появление терминалов MS-POS с приложением 1С Мобильная Касса заметно упростило подключение к нашим товароучетным решениям дополнительных универсальных рабочих мест кассира. Казалось бы, что может быть проще? В офисе, например, запускаем 1С Розницу или 1С УНФ, кассирам ставим умные кассы MS-POS или легкую и простую в освоении программу 1С РМК на недорогих слабеньких компьютерах. В несколько кликов настраиваем синхронизацию и торгуй себе на здоровье. Это вполне подходящее решение для сетевой торговли, где в небольших централизованно снабжаемых торговых точках или павильонах работают только кассиры-продавцы. Оно подойдет и для магазинов побольше, где помимо торгового зала с рабочими местами кассиров, есть еще и кабинет с нормальным компьютером побольше, где установлена 1С Розница или 1С УНФ. С вами канал Справочное бюро предпринимателя, а сейчас подробнее об этом расскажем. Между двумя вариантами, описанными ранее, есть еще и промежуточный вариант. Это когда сеть состоит из небольших магазинов, в каждом из которых стоит один единственный компьютер, на котором и покупатели обслуживают, и накладные от поставщиков принимают, и всякие списания и оприходования делают. И вот тут вопрос, на чем работать? 1С РМК или 1С мобильная касса здесь не подойдут. Это только рабочие места кассиров и не более. Ставить полноценную товароучетную программу тоже не хочется. Во-первых, придется использовать довольно мощный компьютер. Да еще и доступ к общей базе данных организовывать. Это уже не говоря о том, чтобы обучить персонал такого магазина работе с такой серьезной программой. Это тоже задача, не самая простая. К счастью, есть и промежуточное решение. Использовать программу 1С Касса. Она может работать ведь не только как самодостаточное решение для автоматизации розничного магазина. Если настроить синхронизацию 1С Кассы с более продвинутой товароучетной программой, то 1С Касса превратится в рабочее место кассира с расширенными функциями. Вроде работы с накладными или осуществления списания товара. Можно маркированный товар и по и до принять, и с алкоголем работать, и даже новый товар в систему завести. А начиная с релиза 4.0.2, в 1С Кассе еще появилась функция просмотра справочных остатков товаров из более старших конфигураций. То есть, как и прежде, товарный учет ведется в более старшей программе 1С. Но и в 1С Кассе тоже можно остатки посмотреть. Получается вот такое промежуточное решение для небольшого магазина в составе сети. Вроде как РМК, но с необходимыми функциями для работы с товарами. Причем 1С Касса, так же как и 1С РМК, работает на совсем недорогих компьютерах с процессорами вроде Celeron или даже Intel Atom. И никакие распределенные информационные базы даже не понадобятся. Обмен данными можно настроить, например, через Яндекс.Диск. Есть и ограничения, конечно. Куда без них. Все-таки 1С Касса это простое решение. Так что учета, например, по серийным номерам в ней нет. А так же в ней нет каких-нибудь агентских продаж. А еще в 1С Кассе есть только самые простые накопительные и персональные скидки. Но и те отключатся при запуске синхронизации с более старшей программой. Со скидками мы обязательно что-нибудь придумаем. Постараемся до конца 2022 года. Но даже сейчас решение выглядит вполне функциональным. Ведь в таких небольших магазинах накопительные скидки и бонусы используются далеко не всегда. Так что выбор за вами. И вам есть из чего выбрать. Если нужно рабочее место кассира и только кассира, ставьте ему 1С РМК или терминал МСПОС с 1С мобильной кассы. Если нужен полный функционал, то тогда настраивайте рабочее место в большой товароучетной программе. Ну а если нужно что-то среднее, тогда к вашим услугам 1С Касса. Мы стараемся создать своего рода конструктор, из отдельных элементов которого вы всегда можете построить систему, отвечающую вашим запросам. Ну а если у вас есть идеи, как сделать этот конструктор еще универсальнее, не поленитесь написать нам на этот почтовый ящик. Мы обязательно изучим все ваши предложения. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Ну и конечно, пишите комментарии под видео. Мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим. Увидимся!